Нормально состояние? Есть. Убрали ягодец из подседалищных приступов. И теперь попробуем лотосовый элемент, как я сработал. Правую ногу вкладываем артха под назад. Насколько она у вас сразу ложится. Допустим, без всяких предварительных манипуляций. Нога легла каким-то образом. Пробуем включить мышцу, которую опустит колено в пол. И попробуем поправить. Приподняли, расслабили. Нога зафиксирована треугольником опорным. Видите, ладонь от дистальной части голени лежит. Голеностоп свободен, не напряжен. Вы им ничего не делаете. И вот у вас образовывается треугольник. Колено, локоть, ладонь. Видите? Постный такой треугольник. И этим треугольником пробуем поуправлять. Правда, треугольник с палочкой, можно сказать. Который на шарнире находится. Образовывает тазобедренные суставы. Чувствуете вес боли? Сколько она киснет? Бицепс не устал? Можно качаться. Можно качаться. То есть вы держите свою ногу, вам не надо гантели. И вы можете качать ногу вместо гантели. Заодно вы научитесь полностью расслаблять, если есть напряжение, тазобедренный сустав. То есть положения могут быть разные. То есть вот идет. Не ногой, а именно рукой. И теперь, смотри. Уложилась и пятка приближена к вербилу подвздошной кости. Далее мы укладываем ногу таким образом, чтобы она лежала на дистальной части, упиралась в бедренную кость. На данный момент ваш голеностоп не испытывает нагрузок. И мы пробуем здесь чуть-чуть поработать с голеностопом теперь. Вот взяли за большой палец и несколько вращательных движений в голеностопе на свободе. Далее мы делаем другую. А теперь без помощи рук. Супинация. И вращаем. Теперь инверсия и эверсия. Смотрите. Вот инверсия и эверсия. Вот инверсия и эверсия. То есть оттянули и попытались инвертировать. Можно оттянуть большой палец, натянуть остальные. И эверсия и эверсия на обратную. То есть подошва разворачивается. Туда, сюда и здесь. Если есть необходимость, убрали ягодицы с подседалищных выступов. И теперь в этом положении пробуем работать уже по треугольнику. Или можно сказать такая буква Л русская. Вот опора, точка в бедро, тазобедренный сустав и колено. То есть у нас коленный сустав. Следим, чтобы латеральные связки не испытывали напряжение. Вот вы держите и пробуйте мягко работать с ногой. Уводя ее вниз. Здесь вы уже отслеживаете. И увидев в крайнее нижнее положение достижимое. Пробуем приблизить колени. Пятка при этом уходит у вас наружу и назад. Может возникнуть потребность чуть-чуть поерзать. Для того, чтобы опять же распределить корректно мышцы таза. Пробуем приблизить колени. Ушли ребрами вперед и попытались положить живот на голень. Запомнили. Да, что мы. А теперь пробуем, используя наши знания по работе мягкими нормальными техниками самопроработки между спустой. Теперь мы пробуем разгрузить всю структуру тазобедренного сустава. Точка касания, в принципе, особого значения не имеет, вы же знаете как. Берем себя за пальчик или подлогу, лучше за пальчик. И пробуем пройти в таз. Тракция, компрессия, торсия. Три параметра 3D работы. Длительность работы может быть разной. Соответственно, если вы работаете с закрытыми глазами, могут быть разные феномены визуальные. И после того, как сработали, смотрим, почувствовали, что мы прошли тазобедренный сустав. Пока дальше не будем и смотрим разницу. То есть, насколько вам стало мешать область, с которой вы работаете. Ощутили результаты? Сколько процентов? Можете? Процентов. А? Процентов? Всегда процентов. Есть. Есть. Процесс. Есть. Теперь мы... Это с одной мы сработали. Теперь пробуем с другой. Нам не обязательно давать точку в тазу. Мы работаем по выпрямленной ноге. Мы должны получиться в тазу. Мы поставим на дозу лечение. Работаем на верхней мере. На верхней мере. Держим мало. На верхней мере. Можете искать параметры, уже где-то выше тазу. Попрямо. Легко проскакивая и гернув. И теперь, если почувствовали, что вы отработали это, пробуем посмотреть дальше. Разница. То есть медиальный, если легко и голова ложится на колено, то уже отрабатываете медиальный выход, латеральный выход. Существенно прибавлено. Да? Есть? Хорошо. Поднимаем. Вы можете посмотреть на разницу левой и правой ноги, область подъема. Ну и сама нога. Если вы так будете смотреть на ноги, вы сможете какую-то живу такую в ней увидеть. Одна нога и другая. Есть разница? В чем? Как бы живее, что ли. Молодее. Свежее. Свежее. Замолодела там. Молодой поросеночек. Подрасховение завтра. Да. Типа. Есть. Есть. Ощущаете? Видно, да? По ноге. Сел. А? Свежее. Ну да. Он совсем по-другому выглядел. Хотя не раз. Просто держали, казалось бы, нога была зажата, а она стала лучше. Так. Хорошо. И теперь другой набор пробуем. Можем для симметризации по щематанасану посмотреть, как заодно по щематанасана тут отрабатывается. Если у вас закрытое легко, соответственно, и вы головой легко касаетесь колен, то вы можете уходить в глухше уже в открытую по щематанасану. Просто отбегая голову между людьми. Твердя. Ну и плечи. Нормально. Ясно. Хорошо. Левая нога. Шематанасан. И тут же не прийти. Раз. Хорошо. Взяли. Ушли. Вывесили. Можете заняться качанием рук. То есть, в принципе, так. Если так покачать, то чувствуется вес у ноги. И чем свободнее у вас будет нога, тем тяжелее будет держать ее. То есть, если вес есть, вернее вес, вес воли не будет прилагаться по ладошке. И, в принципе, можно отыскать какие-то там песчинки, если они проявляются. Опять же, треугольник. Видите? Колено, ладонь, локоть. Структура. Уложили. Дистальная часть. И голень. Посмотрели. Тут же и пальчики за одну. Можете проверить работоспособность. Кстати, можете на желающих своих близких или родственников, или еще кого-то, кто согласится. Можете попробовать разницу. Вот вы сейчас себя ощущаете, как у вас ходят, допустим, плюсно-фаланговые суставы. Как работает голеностоп. У кого-то другого. И я уверен, что если человек как-то ничего не делает, начнете ощущать, что у него там очень часто бывает такое состояние, как будто подшипник такой в каких-то листах, не знаю, расщелкивает. Хруст может быть даже. И теперь супинационные подвижения. Формационные есть несколько. А теперь инверсии, эверсии. Убрали. Если есть желание, ягодицы с подседалищных выступов. И работаем по треугольнику. Вот здесь обязательно следите. То есть вы когда держите ручку, следите, нет ли напряга где-то здесь в колене. Здесь. Вот. Мягко. Смотно. И далее колено навстречу. Наклон. Адха-мукха. Ардха-падмасана. Или Пама-пада. Ардха-падмасана. Или Пама-пада. Полу. Лотос. Левая левая. Смотрим разницу. Вот. Засеките. Какая у вас разница сейчас? Есть, да? Чувствуете? Хорошо. Поехали. Здесь уже, в принципе, когда вы знаете, как это делается, это можно просто даже и тело проработанное делать достаточно быстро. Так вот. Здесь вошли. Если вы легко проваливаетесь в тазобедренный сустав сразу, и там вам как бы нечего делать, то вы можете уже подниматься выше, вплоть там, до нижней челюсти, куда-то пройдет. Или еще куда-то. Причем вот при этом движении может возникнуть такое какое-то состояние иногда, не знаю, предвкушение чего-то или такой, я не знаю, вибрации, дрожи или еще чего-то. Те. Может быть терапевтический эффект, может нет. И смотрим разницу. Субтитры сделал так. И смотрим вот что-то с каким-то, как это произошло. Я вижу, что ты уже все проблемы происходит. а? Но ты не спрашиваешь. А? А вот первый раз вообще надо было сняться? Тебя надо было снять. Я не могу понять, за счёт чего. Что за счёт чего? За счёт этой магии. Белая магия. Это ж не я с тобой делаю, ты сам с собой делаю. Да, просто вот так, пролюхом. Что? Пролюхом. Ну так ты ж научился. Дима, это просто одно происходит. Потому что когда мы что-то делаем, то оно нам... Не, ну просто у тебя первый раз напомнишь, я уже чувствую, что дальше у тебя... Ну потому что напряжено что-то. Ну ты снимаешь напряжение, ты снимаешь дисфункцию в теле, которая сидит. Психоэмоциональная может сидеть под оплёкой, какая угодно. Человек, вот вы в процессе жизни себя можете поймать на то, что не с того, не с сего, а вот где-то напряжён. И чем чаще ты будешь это контролировать, ну в смысле улавливать, да, включать мозги и расслабляться, тем лучше. Потому что это напряжение, вот скованность, она во многом парализует и мозги после этого. Ну давайте с другой находитесь. Работаем. Если я уже... Ещё не сработаю. Причём визуально. Визуализации могут быть самые разные. Вот при... Казалось бы, вы можете сидеть вот просто где-то, да, закрыли глаза. И таких образов, чтобы они пришли, это надо очень... Ну я не знаю, чего там добиваться. А тут, когда ты включаешь в эту тему, ну потом картины маслом можно нарисовать. Я не знаю, Ваня уже нарисовал там. Я прям посмотрел уже. Птички, горы. Это Япония или нет? Или нет? Да, это я там... У меня умел. У меня уже вообще. Ага. Ну озеро, горы. Смотришь. Есть. И смотрим разницу. Валтеральный, медиальный, валтеральный. Ну где-то становится, пощёлкивание есть, может быть выходит из какого-то зажима, встала на место. Теперь посмотрите, что в обычном, тот же кощематонасом у нас происходит. И если где-то есть, пощематонасом вы видите, вот есть напряжение. Сними его, тем же способом. Руки положи просто на этот самый, на, смотри. Сидишь на прядке. Ну это я смаживался, это же не ты его дерзаешь с такой частотой. Сними напряжку. Продышу. Ну давай вот ту же схему, давай попробуем. Смотри, вот эти лупы, да? Есть. Вот так. С ногой сработаем. Руки берём, через мои руки. Берём, ну где-то здесь. Второй. Так удобно, достаёшь. Смотрим. Приблизительно засуну. Пошли. Ощущаешь, как руки двигаются? Ну, вернее, куда они как бы, как функционируют. Что происходит? Происходит скручивание, тракция, торзия. Сейчас вот модно там про торзионные поля говорить и прочее. Оба раз, выход у тебя уже прошёл и производим. Мы его доводим. Я просто медленно, это можно сделать, но щелчок такой, раз, всё. А я тебе просто показываю алгоритм. Есть. Вот. Теперь малая берцовая кость, дистальная часть отработала у тебя. Опять. Ты почувствовал, да? Вот как бы приподнялся. Вот это выход. Малая берцовая кость. Ещё идёт. Идёт, 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 идёт. , скрепляли, идёт, идёт. Идёт , идёт. Уберут. Всё, встало. Как дрожь такая может. Зазвучала какая-то тренинг. Смотрим теперь, что происходит. Вот выход опять пошёл у тебя и пошла. Что? вытяжение то есть что сама структура тебя структура срабатывает все и смотрим вот она знак поменяла стала все застабилизировалась и это может быть существенно быстрее происходить когда ты процессов ну давай контрольный выстрел ну ты посмотри может тебе достаточно разницы нет я говорю разницу посмотри сейчас есть разница есть то есть ты ушел глубже давайте попробуйте вот сами собой сделать если вы чувствуете где-то по тому же принципу сейчас вот на прошлой неделе по моему зимой делали а Андрей тут пахнет провалился без разницы как тебе удобно то есть он потом удивился я не могу понять как это так вот вы с ним работали а я сидел просто вот типа вот это слушал и делал и вот так как тебе удобно поставить вот оно само лягу ушел в состояние а тут наоборот вот вы просто смотрите с тела ты чувствуешь разницу в этом самом движении то был выход ощутил дайте захотелось выдву чем меньше вы в него вклеиваете с тем для вас лучше то есть вы просто работаете вот смотрим есть все встала но это сгонит и вот там ной вышла теперь идет куда что с ней происходит сгибает его ну поймает приближается приближается застабилизируем опа ну и выход быстрый раз есть посмотрим как болит сам ну давай уход вниз пошел и идем Праздницу ты отчетил? Ну, помню, у тебя же была вот эта проблема, которая долго с левой стороны. Она там сидит, она постепенно вот таким образом выходит. Потом ты просто про него забудешь. Потому что сейчас ты в УПВИШТУ уже достиг того, чего ты там, даже вот сегодня не делали в УПВИШТУ. Попробуй. Что вы делаете? Давайте посмотрим. Мы особо с ней не работали, да, с УПВИШТУ? Ну, тем не менее, сохранился этот уровень какой-то. Ну, Дима, раз, разу и смотри. То, что ты фактически в среду этого достиг в конце тренировки, так же? То есть, как показатель. Ну, нормально. То есть, оно постепенно. Ну, там, наверное, конкретная проблема была, такая, которая села. А тут выру, УПВИШТУ снял постепенно. Все равно такими слоями сидит, с этой капустой или засохшего лука. Шелуху такую. Поснимаем. Отсреживаю только ногу, чтобы нога не... Когда ты наклоняешься, оппозитная нога не заваливается. Здесь все расслаблено. Левая, ну, допустим, левая выходим, правая. И спину. Еще разнее спину. И обязательно выход, помните, да, отсюда, если вы в УПВИШке были, в УПВИШке. И теперь давайте попробуем... Еще там чуть-чуть есть время, да? Лотос сделать. Пойдем. Немножку положим. Пока с помощью рук. Вот, два, 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 два. Поправим. И замкнули ладонями стопы. Попробуйте ощутить два кольца. Допустим, правая ладонь, вошли в ногу, в бедро. Первое кольцо. И второе, малое кольцо. То есть мы в таз уши, с таза. Правая нога, левая рука. И теперь большое кольцо. Рука, правая, левая нога, в бедро, вверх. Правое плечо, правая рука. Левая рука, левая ладошка, правая стопа, правое бедро, вверх, левая лопата. И вот два кольца. И как вы попробуете погонять по ним некую структуру. Как бы запустили пояс, который туда идет. То есть у вас образуются два перекрестия. Перекрестие в голени. Сигналы. А потом перекрестие в районе груди. Может в районе сердца. И теперь другую заходку. Пошли. И этот контур прозвонили. Сначала по малому. По тазу. То есть вы как бы кидаете сигнал. В левую ногу. Раз. В таз вошло. Правый ногой вышло. От одной руки и от другой. Туда-сюда. Как воду переливаете. А потом запускаете по большому кругу. С левой ноги. Она под боленью уходит. Сердце расслабили. Грудину расслабили. Через правую лопатку. Правое плечо. Опять в ногу. И с левой руки. Правую ногу. Вверх. Перекрестие. Обращайте внимание. Чтобы не клинило. В груди. Как бы вы так. Вон. Пульнули. И часто бывает. Так вот здесь. Какое-то. Типа. Вдохнуть хочется. Как бабушки кислородную подушку забрали. Вдохнули. И все. И пошло гнать. Сразу двумя. По контурам. И грудь истекает. Вот посмотрите. Вы когда сидите. Посмотрите сейчас на свои руки. Ощущение. Ввиду. Мой руки. Вдохнули. Есть измененка в его поверхности? Ну когда вы гоняете эту штуку. Попробуйте в одну и посмотреть как руки выглядят. Просто наблюдайте. Иногда так раз на руки смотришь и думаешь, какие ужасы ходящие там. Ух ты, классно как выглядит. У меня разогрев. 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 То есть ты где-то прошлась. Часто человек говорит, сейчас я наблюдаю, вкидываю их туда. Какие-то напрягые люди зажимают. Прокачал. Может и разогреть тело. Как на спине, так и друг. Ну, значит, прошла ты эту штуку. А ты ее пропихивала или просто чувствовала, что там какое-то напряжение? Нет. Ничего, просто прошло и оно само прокатило. Ну, может и так прокатило. Иногда бывает, что вот камень на сердце. Откуда берется в фольклоре эти жаба Давид, камень в груди? Что там еще? Ну и куча, если так поразбираться в этих старых сказках, русских сказках по братьям Грингу. Ну, собственно, все. До свидания.